приветствую всех на канале скорпион тв сегодня речь пойдет о нумизматике и конкретно о такой монете всем известный 1 рубль 1924 года а точнее даже хотел бы сказать о разновидности так называемый шип и до сих пор идет скажем так мнение что если же мы видим вот и такой вот шип это сто процентов копия отнюдь дело в том что действительно есть оригинал в такой разновидности который получил название шип фактически скажем так история его появление это ремонтный штемпель которым там скажем доделали энное количество скажем так монет и в общем то эта монета встречается как минимум два раза реже а то и больше скажем так значительно реже чем допустим другие разновидности не включая здесь разновидность квадратные окна так вот как думаете по вашему мнению здесь я хочу попросить вас кликнуть на паузу написать комментариях оправдана ли стоимость две с половиной тысячи гривен вот непосредственно за такую монету этой разновидности ну и конечно же хотя бы пару слов скажем так аргументов почему а я свое мнение оставлю в конце этого видео ну и скажем так относительно копий как я уже сказал по стечению определенных обстоятельств непонятных для меня именно вот такая разновидность попала с фуфлоделом поднебесной и на сегодняшний день миллионы вот монет подделок выходит непосредственно с такой разновидностью и все уже привыкли ах да видим шип значит стопроцентная копия так вот эти копии имеют еще не ряд характерных элементов которые также прямо указывают что это стопроцентная копия но как я уже сказал есть оригинал так вот на что же следует обращать внимание и как отличить оригинал от копии я сейчас вам расскажу а вот учитывая то что это литье она характерна определенными особенностями такие как допустим наплывы ко всему прочему как я уже сказал кроме вот этого шипа есть еще ряд элементов таких как например скажем вот нечеткие линии так далее и тому подобное далее вот причем я скажем так и перейду непосредственно по копиям хочу вам показать оригинальную монету вот эта продажа по результатам торгов 28 апреля и видите монета скажем не имеет ряд скажем таких характерных механических повреждений указывающих на то что монеты из обихода но в любом случае обратите внимание на вот даже на год четкие углы четкий рельеф без каких-либо скажем так сглаживание потертости даже если монета имеет потертости фактически она это будет отображаться на весе и никоим образом она не может весить по номиналу я напомню эти характеристики монеты вес ее по номинальный 20 грамм диаметр 33 с половиной миллиметра а толщина 2,6 миллиметра а вот но без специальных приспособлений таких как весы и штангель циркуль вы это не сможете определить некоторые говорят что давайте ну там допустим ударить монета монету будет звон и по звону можно четко определить серебро или нет ну вот определите по вот скажем так по фото даже допустим я пролистаю вот по фото оригинал или нет до опытным путем скажем мы сразу можем сказать что да это стоп 100 процентов оригинал почему потому что все линии четкие никаких запут наплывов нету соединений нету все разделены и самое главное острые углы поэтому вот еще раз хочу сказать что сама гортовая надпись имеет такой глубокий рельеф все углы острые обратите внимание вот на букву е на буквой р вот смотрите четко вот б имеет острые углы копий такого такого горд такой гортовой надписи не имеют сразу хочу сказать ну и для примера сразу вот вам две копии но первая копия сразу хочу сказать по стоимости это около двух долларов эти копии и вот то что бросается сразу же в глаза это такая шероховатость поле это как раз и характерная черта вот лихия они не гладки даже если там и кто-то там отшлифует там или еще что-нибудь но не буду подсказывать скажем чтобы сделать близко так скажем к оригиналу но в любом случае копия никогда не станет оригинала потому что есть еще ряд таких особенностей такие как вот например смотрите вот точки по кругу возле карта и вот . под цифрой 2 она имеет такое вот скажем так и изъят как выкрышка допустим самого штемпеля но сразу хочу сказать все копии имеют вот этот изъят то есть изъят одной точки под цифрой 2 а вот кроме этого так называемого шипа поле скажем так оно шероховатое и все вот линии они сглажены далее гуртовая надпись но тут комментировать я думаю что нечего сразу видим что она полностью отличается от оригинал этого достаточно взять и оригинальные скажем так то есть монеты фото монет оригиналов и сравните вы сразу видите разницу все в детстве играли вариант на несколько отличий ну и сразу хочу сказать вот так же точь точки видите запас всплывшиеся точки в оригинала такого сто процентов не будет ну и вот такое здесь вообще ушли они поэтому сразу хочу сказать что достаточно скажем просто определить данном случае копию монеты ну и еще один вариант я хочу вам показать это 100 также копия а вот здесь на что мы обращаем внимание значит кант у оригинальной монеты он острый а здесь видите вот я специально скажем так и подобрал такую скажем так копию где отобрали это четко отображено он округлён оригинала он всегда острый поэтому вот увидели такой вот и видите здесь гуртовая надпись такая как школьник писал вот поэтому здесь также четко это просматривается но и вот для примера обратите внимание буква о ниже чем допустим первое последующие буквы вот это также указывает на том что это стопроцентная копия ну и возвращаясь непосредственно к лоту который из которого я начал рассказ здесь обратите внимание на фото да мы видим здесь этот шип но сразу обратите внимание на точке они каждая отделены поле у нас не имеет шероховатости вот я даже не просто тут отзумировал а так вообще обратите внимание она идеально гладкая и самое главное обратите внимание рельеф острые четкие вот даже карт видите острый далее по весу здесь 20,2 грамма а я хочу сказать что те монеты которые встречались оригинальные а вот этой разновидности как правило почему-то имеют вес 2 20,2 грамма хотя каждые весы мы знаем имеют определенную погрешность но в целом хочу сказать вот такая особенность ну и гурт сразу мы видим гурт оригинальной монеты во первых сразу видно что это штамповка а вот острые углы видите вот каждого элемента я напомню гуртовая надпись чистого серебра 18 грамм 4 золотника . 21 доля . и пл инициалы минсмейстера петра латышева разделены точкой также вот видите вот тут скажем так четкие острые углы г р а видите а там были такие округленные так же самое здесь вот то есть это без вообще безоспоримо я бы даже сказал и также самым видим на другой стороне все четкие линии никаких зап наплывов никаких скажем так искажений и так далее его относительно стоимости как я уже сказал это монета встречается значительно и реже по отношению к другим раздовидности не включая раздовидность квадратные окна но и в целом она должна стоить как минимум два раза дороже чем допустим обычная монета в таком же сохране ну мы сохран еще раз увидели и я сказал что стоимость оригинальной монеты на сегодняшний день где-то пределах двух тысяч гривен поэтому я считаю что здесь стоимость не оправдана ниже это связано скорее всего прежде всего это скажем так сомнением скажем простого обывателя том что все таки вот этот шип указывает якобы на копию и не имея определенных навыков определения к по которых я сейчас вам рассказал сложно в этом скажем так разобраться но сразу хочу сказать это оригинальная монета на мой взгляд поэтому я считаю что все таки стоимость не оправдана но это субъективно потому что это аукцион и их скажем так в определенный момент не нашлось скажем такого ценителя который бы оценил эту монету выше вот и все надеюсь видео было вам полезно а если есть свое мнение относительно стоимости монеты напишите об этом комментариях но и обязательно поддержите лайком всего доброго до свидания